Теперь я руку убрал, второй поклон, у него только вот такой вот поклон. Третий поклон, только вот такой все. Притом постоянно. Ну тут ничего не надо говорить. Я хотел вот так сказать, он прям церковь, вот как вене, вот это второй человек. Еще к вене, я тут тоже. Вы маленько смотрите, что с детьми будет, вам же с ними не поправиться. Он уже сейчас рога показывает в храме, для него святыни нету. Если храм не святость, то он нигде не будет вести себя нормально. Лучше, конечно, если он не будет ходить в храм, это намного лучше. По крайней мере, он будет порядочным гражданином. А это, с него гражданина не получится даже, для страны. Вы, ребята, ездите, которые на машинах, с вами милиционер саскается или по правилам спросит с вас. И ты выходишь перед ним и права все покажут. Посмотри, какие наши ребята. Все будут делать, что положено, так, нет? Положено пристегнуть ребенка, пристегнут. Главное, тут еду до дороги, как попало. Там, гляжу, ремнями захлестываются, как удавка какая. Почему? А там стоит дядя. Он построже епископу, построже священника. Так, у меня ко всем просьба сейчас. Ребята, кто вчера вечером приходил в лагерь играть? Вот сюда подойдите. Кто вчера был? Быстро подойдите, чтобы не стоять зря. Кто вчера был, вот сюда, вот станьте, ты была? Станьте сюда. Вечером приходили играть или что? Я видел, там много шло вечером вчера. Так, ты не был, да? А кто в другое время приходил? В другое время кто приходил еще? Ну, в любое время. Я до коров только был. Вот это территория, которая там около лагеря, это еще деревни не было. Мы уже получили три гектара. Поэтому смотрим за футбольным полем. И когда вы приходите, и нам очень приятно это, что наши братья, сестры навестили, пришли, поиграли. Но существует определенное правило, и вы должны их усвоить. Вы не думайте, что прогрессивные страны, как Америка, они живут как попало. У них строжайшие законы. Это у нас, милиционеру еще может там дать, его там побьют. А там нет. Если он милиционера ударил, можешь 20 лет сразу схлопотать. У них оборони Бог, на блестителя порядка поднять руку. Они в 20 головорезгов, они все бегут от него, чтобы только его не задеть. Убегать можно, но трогать нельзя. Это у нас только с милицией так обращаются. Вот вы приходите, у нас правила. Запомните очень хорошо эти правила. Два удара у нас в колокола. Два удара это занятия. У нас начинается занятие, по слову Божию, игры прекратились, заходите, занимайте скамейки. Или уходите. Два варианта. То есть мы не насилуем вашу совесть. Вам понятно? Два удара это занятия. А когда вы визжите, бегаете, качаетесь, а занятия там занятия нет, он, что он будет такой, он рвется туда уже. Второе. Вечером наши ложатся раньше, но они встают раньше. Вы в пять утра не встаете. У нас расписание в пять. Солнышко пошло, сейчас полшестого, доходим до шести. Но вы и в шесть спите. Поэтому вечером, когда играете, и нас ударил колокол, все, игра окончена. Не на пирс идти, как пошли, там вчера куда-то там еще визжите. Спокойно поблагодарите Бога и домой идите. Вопросы по этому есть? Может что-то неясное, или я налагаю бремя неудобно носимое на вас. Мы порядок в деревне нигде не нарушаем. А у меня люди, вот они приехали. Новенькие. Кто приехали? Подойдите, Тобольские, сюда. Подойдите. Я вас познакомлю. Вот они трое. Приехали, их привезла. Чья мама была? Она уехала вчера. Побыла, уехала. Ну, свои. Это не маленький труд. Привезти, уехать, потом обратно займите. Тобольск, Кеменовская область. Но она везет. Этот юноша, он, наверное, на голову за год подрос. Вот есть фильм «Я, Давыд». Он копия его. На юношу этого. И он второй год приехал. Да приехал еще и ноутбук, и все это тут аппаратура, целую сумку, чтобы дорогой работать. И здесь. Вам интересны люди, прям, сами приходят. Ну, познакомьтесь поближе. Его звать Кирилл. Вот хорошие ребята. Илюша, Сава, Достов. Все ребята хорошие. У нас тут. Любого возьми, с ним можно куда поехать. Я говорю, ребята, очень ясно на русском языке. Вечером один удар, это означает, наши собираются на молитву. А когда три удара, на обед. Вы можете не обедать, можете играть, но маленечко, минутки полторы, постойте, пока мы помолимся. Три удара обед. Завтра к ужин. У нас ударили. Желайте, ну, хотите. Мы выходим и кричим. У нас ужин. Заходите. Мы зовем. У нас обед. А они говорят, да мы не поели дома. Мы рады вас приветствовать. Мы рады разделить с вами трапезу любви. Ну, вы были некоторые, знаете. Мы все братья и сестры во Христе. Теперь вопросы ко мне по этому есть, что я сказал. Я не говорю, что не ломать, не резать, что уже было. Это вопрос снятый с повестки. С такими разговаривать даже не буду. Их, говорит, другое место ждет. Сегодня память святых апостолов. Ну, может, не все понятно было. Апостол Петр и Павел умерли в разные дни и в разные года. Но церковь постановила отмечать один день сегодняшний. Все посты имеют обоснование. Пасха, Христос воскрес. От нас это не зависит. Он воскрес все равно. И пост будет по отношению к тому, чтобы приготовиться к встрече. Рождество Христос родился, не я. Но я духовно должен воскреснуть, как бы родиться. Успение Божьей Матери, она умерла один раз. Это все, что я говорю. Воскрес родился один раз. А вот Петра и Павла пост, он не имеет сегодня в жизни никакого обоснования. Совершенно. Этот пост назначили для того, чтобы человека приготовить к проповеди. И помолившись с постом, возложили руки и апостолов пошли проповедовать. Так вот, в этот пост, я так считаю, будет самым большим обличением на суде Божьем против русских людей. Этот пост соблюдает мало кто. Его мало кто соблюдает. Великий пост, некоторые говорят, я первый и последний. А здесь не одной. Но назначение его люди вообще не знают даже. В это воскресенье мы едем в большое село Ребриха. 8 тысяч населения. У нас в деревне есть машины. Поднимите шофера руки. Кто желает помочь, чтобы в каждый дом занести? Машины две, может три будут с Барнаула. Приезжает Долгов. Совершенно не церковный человек. И он приезжает отвезти, побыть и опять перевезти людей. Деревенские кто машину дает? Так, один еще кто? Добровольцы нужны. На такое большое село мы едем не каждый день. Это единственный раз в этом году. И на эту машину, кто подняли руки? Это три машины. Очень хорошо. Ребята, постарайтесь найти себе полный комплект. Четыре человека. Потому что необычное, что у нас в общем будет. Что мы заранее съездили. Заранее договорились. Мало ли что случится, кого в больницу отвезти. Ну батюшка сказал, так и дело. Значит остаться. Пусть две машины будет. Долгов третий. Это не плохо. Одна машина, чтобы в деревне оставалось. Ну я не знал, меня это не говорили. Я это говорю. Да все. Сказал, так и будет. Мы собирались туда и на неделе съездила. Ирина Анатолия нас водила. Возили туда специально, чтобы мы подготовились. И мы встретились с тамошним священником Московской Патриархии. Это первый случай за 20 лет, когда приятный был разговор. И вот за неделю нигде пока звонка не было. Если мы сделаем прорыв, у нас в епархии отношения сразу изменятся. Нам очень нужна молитвенная помощь. Кроме того и финансовая. Ездят кто мы шоферам, должны оплатить их бензин. Кто желает помочь, вы знаете, вот Виктор Николаевич, старший воспитатель в лагере, учитель Потеряевки. Ему там, ему любая сигнация не помешает. Мы едем, договорились с клубом. А тот, который начальник клуба, его звать Петр Андреевич, он говорит, а как священник. То есть на священнике очень много. Он сначала очень настороженный был, а потом по-хорошему заулыбался, благословились. Чтобы это не дели, но что-нибудь враг там не наделал. Потому что жало в плоти, это гонители. Сегодня считали. Мы берем маленьких только двоих. И Иеремия с нами едет, и Таисия. Таисия, где она? Вот она едет. Два, потому что нам нужно охватить большое село, и два ребенка будет просто показать. Ну, форма одежды, может что-то стихотворение расскажет. На другое село поедем, там можем других детей взять. Постарайтесь в течение двух дней все заявить, кто едет. Виталий, я обращаюсь и к вам, кто пожелает. Мы рады будем услышать от вас то же слово. Вы как, два человека из машины выходят, улицу та сторона эта, мы захватываем. Еще два в машине, другая там улица идет. Это очень большое село. Нам нужно охватить его, раздать Евангелие, приглашаем в клуб на три часа. А уже дальше, ну, там написано, встреча там с проповедником, это моя прерогатива. Дальше я выступаю, говорю, ну, конечно, нужно будет говорить по делу. Мне нужна молитвенная помощь, чтобы остававшиеся здесь молились. В прошлый раз мы поехали. У нас в лагере каждый час становились на молитву. Предупрежденные в деревне все были на молитве. И у нас там были препятствия, ни библиотека не принимает. Священники против, клуб закрытый. И как одним ударом, кто вышиб все двери, то библиотека ждет, священник принимает, начальник клуба, как будто он нас давно ждал. Вообще, мы даже вышли, я пораженный, хотелось бы на колени там становиться. Мы для того живем сегодня, слышали, коротенькая жизнь. Богатый, бедный, это не имеет никакого значения. С чем придем? Батюшка считал Златоуста. Знаете, мне фильм сдали, прозвище Златоуст. Какой я Златоуст? У меня ни образования, ничего нет. И вместо меня сейчас все время звучат для проповеди Златоуста. Златоуст услышал эту молитву, и вместо меня, горбатого, сухого, не нужно, вышел подлинно настоящий Златоуст. Я должен день и ночь Бога благодарить, что я вовремя попятился, ушел от проповеди, и Бог так дал. Вот уже сколько моментов, за которые надо, садясь за стол, сказать, Господи, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. К воскресенью постарайтесь дать знать мне, кто едет в лагерь, машину одну берет целиком. Если не уедете, вы тоже с нами будете. Вот такие наши дела. Я рад, что выслушали, потерпели. Сегодня, конечно, розыгрывание. Постарайтесь помаленьку молоко-то, чтобы худа не было. А дня уже через три. Так, завтра постный день? Завтра опять постный день. Ну, все у меня. Слава Иисусу!